МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже который год у нас наиболее важное направление – это проведение реконструкции с целью поддержания падающей добычи. 2013 год тоже ничем не отличался. Именно основной акцент был сделан на реконструкции. И что можно отметить из основных работ по реконструкции? В 2013 году мы ввели в работу СП-7, в связи с чем могли приостановить и вывести из эксплуатации ГП-7. Также в 2013 году мы остановили газовый промысел номер 3 для проведения реконструкции ДКС-3. Из основных результатов, что можно сказать за 2013 год, в первую очередь, это обеспечение безаварийной работы. И самая основная задача наша – это выполнение плана подобычи. За 2013 год мы план подобычи выполнили на 112%. Добыли более 12 миллиардов кубических метров газа и 4 тысячи тонн конденсата. И вот эти цифры удалось обеспечить уже в ноябре, да? Это было впервые вообще в истории управления? В смысле? Сам вот это перевыполнение плана, тогда вот уже говорили об этом. А, ну мы вот впервые в истории существования Медвежинской ГПУ. Обычно план подобычи выполняется где-то перед Новым годом, 29, 30, 31 декабря. А тут мы 24 ноября план по Медвежьи был выполнен уже. Отрадный факт? Ну, отрадный факт, да. Но тут дело не в том, что мы вот так хорошо… Да, мы работали хорошо, но тут сказывается и то, что мы постоянно где-то, если на юбилете Бованенкова сокращали добычу, Медвежьи дали возможность, то есть, работать постоянно на максимуме. Вот те задачи, которые продолжатся и, может быть, будут начаты в 2014 году, каков график водомощностей? Ну, в 2014 году основная задача наша на сегодняшний день – это закончить работу по ДКС-3. В конце года мы должны ввести газовый промысел номер 3, в том числе ДКС-3, да, построить СП-2 на ГП-2 и вывести из эксплуатации газовый промысел номер 2. Ну, и также план у нас более 11 миллиардов кубических метров газа в 2014 году должны добыть и где-то 4,5 тысячи тонн конденсата. Но, проводя комплексные работы по реконструкции, с какими-то трудностями приходится сталкиваться вашим специалистам? Приходится. Основная трудность в том, что вот намного легче строить, так сказать, с чистого листа, да, строить, вести капитальное строительство. А реконструкция – это именно работы, которые проводятся на действующем объекте. И не просто на действующем, это опасный производственный объект. И, естественно, ИТРФТ-состав промысла, ИТРФТ-состав управления делается все то, очень многое делается для того, чтобы обеспечить безопасность производства строительно-монтажных работ. Ну, и также ввести, чтобы вся система технологической цепости тоже работала. Вот основные сложности в этом. Вот, может быть, еще немножко поговорим о диологоразведке. Это вот тот объем, который запланирован именно в МГПУ? Ну, я скажу, значит, начнем с того, что в 2013 году закончили строительством вторую Синонскую скважину 2С из запланированных шести. 1С – это в районе шестерки у нас построена скважина, и 2С – в районе ГП-8. Синонские залежи оцениваются, запасы газа в пределах где-то 890-900 миллиардов метров кубических газа. В 2014 году работы по Синону будут приостановлены в целях для того, чтобы создать более полную геологическую модель с использованием результатов строительства скважин 1С, 2С и результатов сейсморазведки, которые также проводятся на Медвежке. Кроме того, ведется поисково-разведочное бурение. Это скважина номер 72 в районе Ныдинского поднятия. На скважине сейчас проводятся испытания. В результате бурения этой скважины обнаружены еще три пласта, которые можно добывать газ и газовый конденсат. Это Ахская свита, пласты БН-1, БН-5 и БН-7. Глубина залегания 2400-2600 метров в этих пределах. Кроме того, ведется сейчас бурение скважины номер 53 в районе ГП-8. Здесь уже залегание, это Юрская свита, глубина 3340 метров. Для извлечения потребуются какие-то новые технологии? Пока это разведочные скважины, но я думаю, что все равно движемся вперед, новые технологии все равно будут востребованы. И поэтому тут сразу я не могу сказать, но да, однозначно, что новые технологии будут применяться и будут востребованы. Так Медвежка начинала в основном, это Синаманская залежь, глубина залегания 1100-1200 метров, не больше. Сейчас, как я уже говорил, БН-овские пласты в пределах 2400-2600 метров и разведочная скважина, которая бурится в районе 8-53, 3340 метров. Результаты получим. Дальше, естественно, я думаю, дальше вот эти глубины будут исследованы, будут освоены. И там, кроме газоконденсата, есть подозрение, что есть еще и нефть. Так что перспективы у Медвежки и в этом плане есть. Но геолога, сейсморазведка, вот предполагают все равно, какой период? То есть имеется в виду, чтобы уже, допустим, скажем так, выходить, потом технически? Нет, но это поисковые работы ведутся, а потом все зависит от финансирования. Будет финансирование, необходимость, начнется освоение. Так что здесь уже именно необходимость должна быть и финансирование. Ну и что касается сейсморазведочных работ, да, эти работы тоже на Медвежке проводятся. За 2014 год было проведено, за 2013 год было проведено более 460 квадратных километров съемки 3D. И на 2014-2017 годы тоже есть программа, где-то по 450 квадратных километров в год будет проводиться. Но все это делается для того, чтобы более детализированно создать разрез, диалогический разрез Медвежки. Это вот как раз эти преимущества, которые дает сейсморазведка, сейсмическая съемка. Да, да, то есть вот эти данные потом используются для того, чтобы создать более детализированный разрез. Ну вот неоднократно озвучивался вопрос о разработке спутниковых площадей, месторождения Медвежьего. Например, Пангодинская группа, вот что можно об этом сказать? Ну, по Пангодинской группе очень много, да, говорилось о ней. Но не надо забывать, что Пангодинская группа, на данный момент работы никакие не ведутся там, потому что она находится на территории заповедника федерального значения. Поэтому здесь очень жесткие требования именно к поисковым работам, разведочным работам. Ну, я думаю, что в скором будущем возможно решится вопрос. На сегодняшний день там работы не ведутся. На сегодняшний день ведутся работы поисковые на Восточном Медвежьем месторождении, на Пангодинском лицензионном участке. Там работы ведутся. Это участки находятся к востоку от месторождения Медвежьей. Ну вот позапрошлым году, в 2012-м, общество впервые получило задание по добыче конденсата. Как решается эта задача? Конденсат мы добываем запуском ныненского поднятия. Как я уже сказал, мы добыли за 2013 год 4000 тонн конденсата. Но это только начало. Первенство у нас приняли, как бы эстафету приняло Баваненково. Сейчас на юбилейке тоже запускается новый объект, который также будет добывать конденсат. Но что касается Медвежьей, ныненского поднятия, с вводом пластов БН, БН-10, это где-то конец 2015-2016 годы, значит, количество конденсата в разу увеличится. Представьте, сегодня мы 4000 тонн, а после ввода этих пластов мы выйдем на цифру 64000 тонн конденсата в год. Одна из новых технологий, это метод низкотемпературной сепарации газа, впервые прошел апробацию как раз на объекте УКПГН. Вот плюсы, преимущества этого метода. Ну, метод не новый, он применялся в газодобывающей отрасли. Новый, наверное, для специалистов. Да, для нас, для Газпромдобычи на дым, для Медвежьи он применялся впервые. Но метод выбран не случайно, потому что именно этот метод выбирается в том случае, когда есть содержание жидких углеводородов в газе. И для того, чтобы добывать конденсат, это самый эффективный метод. Метод, он также плюсы в том, что он является очень простым в реализации, очень надежным в работе. Ну и основное, то, что мы в результате этого метода получаем товарный газ высокого качества. Ну, единственный минус, я бы тут сказал, это то, что в работе при использовании данной технологии используется ядовитое вещество метанол. Ну, это тоже решаемо, оно накладывает просто более жесткие требования к охране труда, к промышленной безопасности, к производству работы. Ну, вот возвращаясь к теме реконструкции, в рамках ее были выведены три газовых промысла, да? Соответственно, два газовых промысла. Пятерка-семерка. Да, да. И вот преобразованы в газосборную сеть. Это как-то вообще как выглядит здесь технологический процесс? И повлияло ли это на добычу газа? Не, ну, можно сказать, что на добычу практически не повлияло, просто изменилась у нас схема сбора газа. Если до этого у нас газ проходил подготовку на выпавших промыслах, это ГП-7 и ГП-5, да, то сегодня построены коллектора между промыслами ГП-7, ГП-6, ГП-5, ГП-6. По этим коллекторам газ со скважин этих промыслов подается на ДКС-6, и здесь проходит осушка и подготовка и транспортировка газа. То есть план практически подобычи остался, мы его выполняем. И еще хочу сказать, что в конце 2013 года мы привели реконструкцию на ДКС-6, это замена сменной проточной части на агрегатах, и тем самым мы смогли выйти на проектную мощность, именно на запланированную добычу. То есть сейчас мы добываем согласно проекта, и тем самым мы еще уменьшили давление на входе ДКС, что создает более благоприятные условия для работы газосборной сети. Львович Михайлович, вот что происходит с промыслами, когда их выводят из технологического процесса? Ну вот на сегодняшний день, я говорил, да, выведены два промысла. Это ГП-5, ГП-7 и ДКС-6. Это часть старая ДКС, тоже выведенная из эксплуатации. Но это арендованное имущество, имущество Большого Газпрома. На сегодняшний день ведется работа по составлению... Нам выделены средства для ликвидации данного промы, данных объектов. На сегодняшний день ведется работа по смертной работе, потом будет готовиться тендерная документация, будет проводиться конкурс, кто выиграет, будет заниматься ликвидацией данных объектов. Но вот ликвидация, что она еще включает в себя? Она включает в себя, это разборка полностью, демонтаж, сдача металлолома, то, которое образуется зачистка от мусора, и потом проведение рекультивации. То есть эти земли должны быть проведены рекультивацией и сданы, чтобы не платить за них аренду. Но это, я говорю, это все будет финансировать Большой Газпром, потому что это объекты Большого Газпрома. А люди сами, когда выводятся промыслы, куда уходят? Ну, тут вопрос очень серьезный. Мы старались вот с выводом двух промыслов, чтобы ни один человек не остался на улице. Заранее, до вывода, все вот освобождающиеся вакансии бронировались за теми людьми, тех промыслов, которые будут выводиться. Велась очень большая работа кадровыми нашими службами, да, опрашивались, кто уйдет на пенсию, кто останется работать, у кого есть желание перейти. Но нам повезло, что как раз Баваненково запускалось, у кого есть желание перейти на Баваненково. То есть вот в этом плане проводилась большая работа, и сокращением двух промыслов, в принципе, у нас никто не остался без работы, никто не остался за пределы. Никто не пострадал, да. И вот на сегодняшний день такая же работа ведется по газовому промыслу номер два, и вот все вакансии, которые появляются, они закрепляются за этими людьми. Опрос оперативно происходит, да? Ну, опрос, вот сейчас, начиная с Нового года, практически ежемесячно отдел кадров делает опрос, ну, мало всего, потому что люди то передумали, то не собирался, допустим, да, увольняться, сейчас собирается. То есть вот этот опрос проводится, а те, кто останутся работать, они практически также будут распределены по всем остальным промыслам. Я же говорю, где по всем промыслам все вакансии, в первую очередь, мы забиваем под газовый промысел номер два, который будет уводиться. Ну, и в этом году также будет вводиться в эксплуатацию на Вованниково-газовый промысел номер один. Я думаю, что наши люди смогут найти работу и там. То есть никто также не пострадает, и без работы никто не останется. Сам первый этап реконструкции, когда он должен завершиться? Ну, первый этап реконструкции, если взять первоначально, он должен был уже завершиться. Но мы все понимаем, что все зависит от финансирования, как проводятся работы, да. Ну, начался он, первая работа, которая по первому этапу были сделаны, это реконструкция системы регенерации практически на всех газовых промыслах, которые сейчас находятся в работе. Это реконструкция систем промоканализации. Потом мы начали реконструировать склады ГСМ, узлы замера газа на восьмерке, на девятке мы провели реконструкцию по складам ГСМ, закончили вот только недавно работы на ГП-6, ГП-9. Ну, и также сейчас на данный момент ведутся строительства СЭП, для того, чтобы потом можно было решить задачи второго этапа. То есть вот если по реконструкции системы регенерации и промоканализации работы закончены, то остальные пока по газосборной сети ведутся работы тоже, как по первому этапу. И тут уже перекликается, и второй этап тоже практически начинается. Ну, вот в рамках вот этих работ реконструкции, какие-то передовые технические решения, скажем, предлагают специалисты? Ведь ваши именно специалисты, они славятся хорошим подходом, да, таким рационализаторским. Нет, понятно, что изучали мы, допустим, ту же документацию, да, перед тем, как вот реконструкция пошла, но да, где-то замечания выдавали, но когда на стадии строительства это уже можно пощупать руками, увидеть воочию, да, да, появлялись моменты, где где-то что-то мы не вышли, где-то институт не доработал. И поэтому есть, так сказать, поле для рационализаторской деятельности. И мы в Медвежественном ГПУ всегда в этом плане были первыми. Ну, и на данный момент тоже рационализация, и вот именно работы для того, чтобы улучшить для себя же работу, продолжается постоянно. А вот какие работы в рамках второго этапа реконструкции ведутся? Они шли параллельно? И что еще должно быть? Что запланировано? Да, ну, второй этап реконструкции – это в основном доживной комплекс. И на сегодняшний день, да, они велись параллельно. Вот на ДКС-9 мы работы закончили, реконструкция ДКС. ДКС-6 работы закончены. На сегодняшний день остановлен, как я уже говорил, газовый промысел номер 3 для реконструкции доживного комплекса. Дальше, следующими этапами у нас 15-16-17 годы – это у нас реконструкция ДКС-4, ДКС-1, ДКС-8, соответственно, по годам. Вот то, что нас ждет перейти. Конечно же, потом, если при выделении денег у нас также как бы вторым шагом второго этапа является эта реконструкция установки комплексной подготовки газа. То есть при выделении денег после 17-го года, да, первый этап у нас должен с 17-м годом закончиться, то будет проводиться работа и вот по комплексной установке подготовки газа. Левон Михайлович, ну, конечно, каждому руководителю важен психологический климат в коллективе, да, на предприятии, по своему подразделению. И вот что можно сказать о настроении ваших работников? Какое оно? Боевое? Конечно, боевое. Не было бы оно боевым, мы бы не смогли выполнить основную задачу по добыче газа за год. Ну, коллектив очень профессиональный, коллектив очень... Ну, я вот горжусь и рад, что довелось попасть в этот коллектив, работать с ним, а сейчас и руководить. То есть готов коллектив выполнить все поставленные задачи, очень дружный. И мы стараемся вот это все, все традиции, которые нажиты, да, до меня вот все это приумножать и только в лучшую сторону. То есть я сто процентов уверен в своем коллективе, что сможет выполнить любые задачи. С какими вопросами чаще обращаются? Ну, вопросы... Вот по четвергам у нас сложилось так, что это приемный день по личным вопросам. Кроме того, раз в полгода мы выезжаем вместе со специалистами. Это бухгалтерия, АТИС, отдел кадров, снабжение, отдел охраны труда. Выезжаем и встречаемся на промыслах с нашим коллективом, разбираем вопросы, которые возникают. Вот на сегодняшний день мы как раз с этими поездками ездили. Одну вахту мы проехали уже, вот с 5-го числа вахты поменяются и опять на всех промыслах мы будем. То есть стараемся во всех заездах поприсутствовать, выслушать людей. Вот что для этого такая выездная практика? Ну, выездная практика... Во-первых, расскажем людям, что произошло нового, какие там изменения. Они задают свои вопросы, кого что интересует. Кроме этого, я сказал, личный прием приходит. Ну, в основном вопросы... Люди не безразличны, их интересует будущее медвежки. Медвежки, их интересует также, как идет реконструкция, до какого года медвежка будет работать. Очень много вопросов и желаний приходят люди, чтобы устроить на практику своих же детей, которые учатся в высших учебных заведениях. Стараемся помогать в этом плане. Вот тогда, в прошлый год у нас прошло более 100 студентов прошли практику. Потом есть вопросы. Мы летний период привлекаем школьников, берем на работу тоже. Дети работников. Да, но мы стараемся в первую очередь брать детей из неблагополучных семей, из неполных семей, да, из малообеспеченных семей. Ну, когда освобождаются места, если есть места, да, то тогда берем уже, кто просит. Потом вопросы по жилью. Раньше были очень много вопросов. Ну, на сегодняшний день жилищный вопрос практически решен. И вот, сказать, даже вот в последнее время была однокомнатная квартира, не было желающих предложить. То есть жилищный вопрос решается. Это и ипотека, и в общежитии жилье, и распределение вот освободившихся жилья. То есть вот в основном все такие жизненные вопросы. Ну, вот один из социальных вопросов, так как раз вот будет, уже планируется, да, строительство детского сада в Пангодах. Какую-то помощь свою вы будете оказывать, если это будет необходимо? Ну, мы никогда не остаемся в стороне, если что-то касается именно Пангод, нашего любимого поселка. Ну, строительство детского сада будет вести УКС, заказчиком является УКС. Ну, а с нашей стороны есть какая-то техническая помощь, там, консультативная. Я думаю, что всегда будем рады помочь. Что касается коллектива, это, конечно, еще и традиции объединяют. Вот что можно выделить? Ну, вот я говорил, у нас очень дружный коллектив. Да, выделить то, что мы стараемся, вот праздник нефтяной и газовой промышленности отмечать, чаще всего на природе, большим коллективом, семьями, детьми. И потом очень у нас проходит, так сказать, театрализованно, это встреча Нового года. Я вам честно скажу, в каких-то королях уже сам не выступал, и был и Пушкиным, и Сталином, тем только не был. Но это очень интересно, это очень красиво, когда каждый отдел тоже именно представляет или какую-то страну, или если мы проводим там, Новый мир шагает, Новый год шагает по сказкам, какие-то сказочные герои. Все очень весело, красиво. Также у нас проводится 23 февраля, 8 марта. Потом Медвежинское ГПУ было инициатором Парада Победы. Вот, навряд ли сейчас найдется уголок в нашей стране, да, где бы вот так люди выходили на Парад Победы. Мы первоначально, если, ну, так бы, дали клич, как бы обязали руководителей, которые находятся в Пангодах, да, ну, по 50-60 человек, чтобы 9 мая вышли и с транспарантами прошлись по поселку, встретились там в сквере имени Ревизова, прозвучали поздравительные слова. Это был первый год. А потом, вот сейчас мы даже никому не говорим, весь поселок выходит с транспарантами, с шарами, с детьми, там, с внуками. Боевые 100 грамм с граненых стаканов, каша варится вот именно в этом котле. Ну, очень-очень красиво, народу очень нравится, и я думаю, что это надо продолжать. Вот у нас очень много техники военной, сделанной своими руками, пусть из фанеры, но они один в один похожи на те оригиналы, то есть это сделано все в масштабе. Ну, вот вы сказали уже, что участвуете тоже, да, в проведении именно таких вот праздничных сценариях. Вообще легко откликаетесь? И ваши удивляются? Все-таки первый руководитель? Нет, ну уже, да, я не любитель, но все равно ради коллектива приходится это делать. И уже как бы вошло это в традицию, и не хотелось бы отменять, наоборот, чтобы это развивалось. И с каждым годом вот планка становится все выше и выше. Поэтому... Какую-то роль сыгранную вами можете выделить? Ну, роли все, я же говорю, вот последняя роль у меня была, роль Сталина. Ну, сказали, что очень похожа. Постарались быть суровым? Ну, суровым, немножко с акцентом, форму приодели. Вообще у нас было тогда путешествие по Советскому Союзу. Мы все раздены в Советском Союзе, не помню, как точно называлось. И я был Сталином, заместители там играли и Ленина, и Ленин, Устинов, Павел Корчадин. Ну, все вот, если что, я даже фотографии могу показать. Но если вот Сталина можно представить, мы просто не видели, а вот Пушкин. И Пушкина. Ну, мне ботимбарды нарисовали, это было. То есть что-то от Пушкина было тоже. Вот самые ценные советы, которые вы получили от руководителей? Ну, я не могу, так сказать, самый ценный совет. Просто я вот работал, мне довелось, повезло работать с такими руководителями. Я, когда пришел в МГП, был Леонид Семенович Чугунов руководителем. Потом Митко, Фисенко, Сергей Сергеевич, Мельников, Игорь Васильевич. Вот это люди, из которых Остафьев Николай Николаевич, зам по производству. Мы с ним и дружили, и вот он очень много советовал, именно что касается работы. Вот это люди, из которых можно брать пример именно в том плане, как они относились к работе, как они были требовательны к себе и к подчиненным. И вот все они на первом плане, на первое место ставили именно человека, человека труда, а потом уже все остальное. Вот был из кого брать пример, и я старался вот все хорошее впитывать и не подвести. И до сегодняшнего дня я их считаю своими учителями и стараюсь не подвести. Вот мы знаем, что в этом году вы планируете уже уходить на заслуженный отдых. Наверное, такое щемящее какое-то чувство внутри. Расскажите, пожалуйста, о своем настроении. Ну, об этом тяжело, тяжело говорить. Такие решения принимаются нелегко. Ну, рано или поздно все равно надо принимать решения, да. Но пока вот еще осталось чуть-чуть времени работать. Не хочу об этом думать, потому что очень тяжело. Тем более, что вот вся моя, так сказать, сознательная, трудовая жизнь прошла именно здесь, на севере. Львун Михайлович, вот если обрисовать так вкратце будущее Медвежинского газопромыслового управления, вот как вы его видите? Ну, я его вижу, все-таки думаю, что финансирование будет, реконструкция будет доведена до конца, пусть не в полном объеме, но именно те объекты, важные объекты, которые нуждаются в реконструкции для поддержания добычи, да, эти работы будут выполнены. И учитывая то, что по проекту реконструкции у нас 2030 год Медвежка будет работать, да, но учитывая то, что вот Ныдинское поднятие, месторождение, спутники, родные или поздно начнутся тоже их осваивать, перспективу вижу очень далекую, поэтому думаю, что работы хватит не только нашим детям, но и нашим внукам. И я напомню, в гостях у нас был исполняющий обязанности начальника Медвежинского газопромыслового управления общества «Газпромдобыча на дым» Львон Арзуманян. А я с вами прощаюсь, всего доброго.